Доброе утро, уважаемые телезрители! Рубрика «Звездные гости»! Я Дмитрий Пивоваров. Приветствую вас в это замечательное, оглушительное почти что летнее утро, несмотря на то, что погода чуть-чуть дала себе знать со знаком минус. Но тем не менее, фестивальный май пересыщен сейчас всевозможными плюсами и минусами человеческого существования, разными оттенками человеческой психики. И помогают нам в этом замечательные актеры, которые работают в эти дни в Казани на разных площадках. Сегодня в гостях программы «Новое утро» Геннадий Хазанов. Я думаю, этим все сказано. Доброе утро! Доброе утро! Спасибо за визит в вашем театре, театре Антона Чехова. Известные спектакли, может быть, они известны, даже были и по интерпретациям других актеров. Это такой европейский юмор все-таки, вот мне так кажется. Мне кажется, что руководитель театра Антона Чехова, Леонид Трушкин, выбирая репертуар, прежде всего, руководствуется отсутствием злободневности. Это как обязательное условие. Потому что если это зеркальное отображение тех или иных сегодняшних событий, то это продукт все равно скоро портящийся. Это первое главное требование в выборе пьесы. Дальше проблема такая. Если Хазанов исполнитель одной из главных ролей, то есть пьеса ищется с учетом того, что он должен играть, то где найти отечественную драматургию, в которой индивидуальность Хазанова была бы органичной. В свое время мы впитывали ваши тексты, мы смотрели вас на сцене, мы смеялись над вашим попугаем и, конечно, может быть, иронизировали студента кулинарного технику, который был таким своего рода социальным явлением. Потому что он рисовал срез, как ни крути, определенной группы людей, которые пытались себя найти в жизни. И вы очень, мне кажется, таким выступили адвокатом все-таки этого образа. Конечно. Конечно. В этом было принципиальное отличие от первого прочтения этого персонажа. Вообще-то этот персонаж появился когда-то у Семена Фарады, Царствия Небесная. Но он как-то больше выбирал карикатурный ракурс. Мне показалось, что его надо очеловечить. Пожалеть. Да, да, а не смеяться над ним. А уж то, что он вызывал смех, ну, что ж тут сделаешь? Вот считается, что мы с мамой живем в отдельной квартире. Только так считается. Кроме нас там еще многие живут. Все без прописки. Они к нам от соседей пришли. Кто по трубе, кто под дверью пролез. Рыжие все такие. С усами, знаете, да? Тараканы называются. Сберкассу ограбила паня Моника из кулинарного техникума. Пропала. Миллион, миллион, миллион алых роз. А я ему и говорю, Шурик, будьте осторожны, преступник вооружен. А он мне в греческом зале, в греческом зале, мышь белая. Мы тоже еще не можем забыть, как вы хорошо очень сказали, о созвездии, вот на последнем гала. Но в созвездии есть такая проблема, разговорный жанр. Но, собственно, она везде сейчас есть. Когда маленькие конференции, я пытаюсь быть взрослым. Этот мальчик у меня в глазах стоит до сих пор. А вообще вот разговор о том, что концерт может состояться на площадке театра эстрады, он не лишен оснований? Нет, не лишен оснований. Разговоры об этом идут. То есть я бы сказал, мы вступили уже в организационную часть обсуждения этого. И мы специально предполагаем вызвать сотрудников театра эстрады из отпуска на два дня для того, чтобы это мероприятие провести. Я не могу вам не задать вопрос, который сегодня у нас сквозной в нашей программе. Это тема каверзных и неудобных вопросов. То есть у нас в программе... У меня нет каверзных и неудобных вопросов. Может быть, дети вам задавали какие-то смешные вопросы. Ну, конечно, есть. Ну, почему нет? Внучка моя младшая однажды пожаловалась, что ее подружка в классе не верит, что ее дедушка Хазанов. Да, это рискованно. Я спросил, как она отреагировала. Что ты ответила? Она говорит, девушка, я... Причем с гордостью произнесла. Я ничего ей не сказала. Я говорю, умница, молодец. Потому что это было бы нескромно. Понимаешь? Зачем? Прошла минута. Она задает мне каверзный вопрос. Дедушка, ты не мог бы меня отвезти в школу? Я рассмеялся. Я говорю, ну, скажи мне, пожалуйста, зачем я должен тебя отвезти в школу? Она говорит, ну, чтобы она видела, что ты мой дедушка. Я помолчал, и она помолчала. Потом вдруг она спрашивает, это уж совсем каверзе. Знаешь, нет. Лучше ты меня не отвози в школу, а забери оттуда. Один-один. Я спросил, почему? Она говорит, да потому что, если ты меня отвезешь, она может еще и не прийти в школу. А так, если меня приедешь забирать, точно она будет в школе, и она увидит. Ну, вот. Вот какой... Ребенок... Без комментариев. Да. Спасибо вам за ранний визит. Спасибо. Большого хорошего дня вам и хорошего дня нашим телезрителям. Удачи, здоровья. И я счастлив, что меня через много-много лет судьба привела в Казань. Я все эти дни гастролей получаю настоящее наслаждение как на улице, так и в помещении театра встречаюсь со зрителем. Спасибо большое. Хороших вам ролей, хорошей оценки нашего, скажем, бытия и большого позитива всем нам и вам точно. Спасибо. Взаимно. Уважаемые телезрители, в гостях программа «Но утро» сегодня побывал народный артист России Геннадий Хазанов. Впереди еще немало интересных моментов. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...